Программу представляет магазин «Всё для Apple Fresh Store». Да. Деловая аннотация. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Шамова. Программа «Да. Деловая аннотация», где я рассказываю о книгах, которые влияют на деловое мышление и помогают овладеть инструментами нетворкинга. Во время экскурсии по улочкам Парижа, остановившись возле старинного ресторана, наш гид рассказал историю, что раньше меню, которое приносили в этом ресторане, было двух видов. По правилу правой руки, а второе, как вы уже догадались, меню по правилу левой руки. В чём отличие? Джентльмену приносили меню с ценами, даме без цен. Сегодня я хочу познакомиться с автором книги «Робин Джей», которая провела более трёх тысяч обедов для клиентов, и её продажи выросли на две тысячи процентов. В результате того, что она знала, что и как делать. Бизнес-ланч – искусство совместной трапезы и инструмент успешного бизнеса. Как выстраивать деловые отношения с помощью ножа и вилки. Рекомендованный возраст 16+. Книга даёт практические рекомендации по выстраиванию прочных, взаимовыгодных отношений, используя приглашение на бизнес-ланч, с целью дать клиенту почувствовать себя исключительно. Книга читается легко, так как сразу полученную информацию перекладываешь на себя и своё дело. Как пример, приведу 10 главных правил, чтобы чувствовать себя уверенно, приглашая клиентов на ланч. Первое. Составить список своих любимых ресторанов для деловых встреч. Ресторанов, которые соответствуют 10 основным критериям выбора идеального места для бизнес-ланча. Второе. Как только у вас появится собственный список лучших ресторанов, сгруппируйте их в зависимости от местонахождений. Договариваясь о встрече с клиентом, всегда держите список перед собой, чтобы назначить удобное место встречи. Третье. Убедитесь, что вы хорошо помните правила этикета. Нужно быть уверенным на любом этапе бизнес-ланча, начиная с момента заказа блюд и заканчивая оплатой счёта. Четвёртое. Будьте в курсе текущего события. Готовьтесь к разговору на любую тему. Последние новости, инвестиции, бизнес, музыка, мода, знаменательные события. Пятое. Чётко представляйте себе, какие цели вы преследуете. Чего вы ждёте от ланча? Шестое. Решите, каким видом транспорта воспользуетесь для себя и клиента. Седьмое. А теперь приглашайте клиента на ланч. Восьмое. Позвоните в выбранный вами ресторан за день до планируемой встречи и закажите столик. Девятое. Оденьтесь, соответственно, встрече. Десятое. Следите за временем. Поговорите с клиентом перед началом ланча и выясните, какие у него на сегодня планы. Чтобы правильно распределить время за ланчем. На каждое правило автор книги выделила главу, где подробно рассказала о секретах проведения бизнес-ланча. Люди предпочитают вести дела с теми, кто им нравится. Сегодня мы познакомились с книгой «Бизнес-ланч. Искусство совместной трапезы и инструмент успешного бизнеса». Как выстраивать деловые отношения с помощью ножа и вилки. Автор Робин Джей. А теперь только действуйте. Пригласите клиента на ланч. Удачи вам и приятного аппетита. Да. Деловая аннотация.